Всем привет! Я уже снимала переделку своего зала небольшую, без бюджета абсолютно, то есть это меняло шторы, какой-то декор и так далее. Сейчас у меня изменилась перестановка в зале, и мне захотелось перемены, не только мне, но и моему ребенку. Он страшно хотел перемен и говорил, делайте перестановку. Ну, в итоге сделали. У нас диван вот этот стоял раньше вот так. Конечно, это было красивее, когда он стоял так, но в связи с тем, что половина паласа была под диваном, как-то захотелось, чтобы он полежал так. В общем, с порога это выглядит вот таким образом. Этот комод у нас стоял в спальне в углу, но в спальне у нас небольшая и вообще все натыкано. В общем, сейчас мы сделали вот такую перестановку. И дальше мы проходим, и теперь ковер наш лежит полностью открытый, как я и хотела. И здесь на комод я выставила, у меня раньше стояли тут иконки, а сейчас я выставила такой декор. Это ребенку корабль подарили, мне кажется, он какой-то прикольный такой статуеточка, свечечка. Здесь Дед Мороз, но я его использую как подставку для фотографии наш с сынком, но надо купить рамку какую-то белую. И вот такой чемоданчик я купила в фикс прайсе. У меня здесь хранятся квитанции за квартиру, очень удобно. Они валяются по всем комнатам. Ну и еще одна немаловажная функция этого комода. Здесь лежит белье мое и ребенка, и мужа, и вот всякие мелкие носки, все мелкие-мелкие вот эти предметы одежды. И здесь удобно. У меня стоит гладильная доска. Глажки у меня всегда очень много. И очень удобно. Вот эту всю мелочевку я сразу раскладываю. И прям здорово получилось. У меня носки каждые в ячейке. Я тут недавно брала. Даже прям не страшно открыть. И вот знаете, в ячейке все носочки у меня получились. Очень удобно. Ну а также ребенка свое там белье. Все у меня разложено вообще идеально. Так что, не знаю, долго хватит. Но во всяком случае, для так гораздо удобнее, чем носить в другую комнату белье. Мало того, что я из ванной ношу на балкон. Там у меня висит белье. Потом с балкона у меня качуют сюда белье. И затем в этот комод. Это супер удобно оказалось. Поэтому в любом случае комод останется здесь. Даже когда мы будем менять диван. Диван уедет в спальню со временем. Там двуспальная кровать уже переедет в другую квартиру. А этот диван я 100% вон переедет в спальню. А сюда что-то новое мы купим. В общем, пока это такой, знаете, вариант, чтобы что-то изменить. Без бюджета. Вот здесь у меня стоит мой столик. Очень удобный. Раскладной маленький. Игрушки. Вот такие подушечки у меня. Ну, тоже, думаю, надо будет как-то их поменять. Но пока не спешу. Потому что, я говорю, у меня еще год-два. Нужно перекантоваться. Пока ребенку не идти в школу. И тогда ему уже переделывать детскую. Поэтому сейчас вот как бы такой перевалочный вариант. Не спешу ничего покупать. Только вот такими минимальными усилиями все переделаю. Вот здесь у меня, как бы я не старалась отпустить тюль. Все равно нам нужна рабочая зона. Мне нужно ребенку писать. И так получилось чисто случайно, что у нас здесь очень широкий подоконник. Обычный подоконник. Он делался под старую, металлические такие старые батареи. Они гораздо шире. Но в итоге, во время ремонта, они у нас потекли. И пришлось менять вот это. А замеры были уже сделаны под старую батарею. И так случайно получилось. Не задумано. Что у нас здесь образовался рабочий стол. Здесь у меня констоварка. Ну, всякие там ручки, видите. Вот здесь у меня спрятаны для бумаг. И здесь какие-то блокнотики, бумаги. Все хорошо. И зимой очень часто пользуюсь моей любимой лампой с Алиэкспресс. Она супер светит. И она такая стильневая. Мне она прям очень-очень нравится. И здесь у меня коробка тоже с разными карандашами. Их как-то собралось очень много. Карандаши, фломастеры. Я периодически перебираю, выбрасываю. Видите, даже вот какая-то молния. Ну, то есть, такой хлам, который не видно. И вот у меня здесь в уголочке за шторой стоит синий. И его принесли. Ну, не видно сейчас его брать надо. Вот здесь игрушки. Мы уже часть, честно сказать, вывезли. Такие крупные машины. Ребенок в них опять стал играть. У нас сейчас пришел возраст лего. И конструкторы лего. Полиция и солдаты. Вот здесь у нас госпиталь солдат. Которым нужно приклеить ноги и прочее. Вот эта касса. У нас сейчас возраст собирать деньги. В общем, все что угодно. Но, во всяком случае, это уже гораздо меньше, чем были завалы большие. И вот здесь собралась куча у меня книг. И так получилось, что здесь также собрались какие-то блокнотики. Фотоальбомы, документы какие-то. И вот прям целая полка именно моя. Моих каких-то записей тут всяких. И фотоальбомы. А на этой полке, видите, все равно бардак. Собираются квитанции. У нас очень много квитанций. Так, этот шнур тоже, что он тут делает, непонятно. Ну, в общем, какая-то часть декора тут осталась. Но тоже надо этим заняться. Видите, вот эти слаймы, лизуны. Все. Но ребенок в доме. А вот здесь я на полочку поставила вот эти книги все. Все прописи. И это оказалось суперудобным. Потому что ребенок чаще гораздо их берет. Если бы они были у нас спрятаны раньше внизу. Здесь у нас, понимаете, щит ОМОНа. Недавно приобретенный. У нас сейчас игры полиция, спецназ, ОМОН. Все подряд. Гранаты. Нас тут могут обыск сделать. Гранаты, пистолеты. Все как надо. А внизу тоже игрушки, которые спрятаны. Спрятаны всякие какие-то коробки с конструкторов и прочее-прочее. В общем, хлам этого очень много. Периодически от него избавляемся. Мешок этот уменьшаем. Но все равно очень много. Вот этот добра. Вот этот домик. Я все с ним никак не найду. Детали вот эти. И убрать его в дальний угол. Но больше всего мне нравится вид из того, который я вижу чаще всего. Это когда я выхожу с балкона. И вид тогда вот такой получается. Вот видите, тоже у нас все заставлено. Лего. Вертолет. Просто если это все достать, он разберет. Это будет вообще мусор. Поэтому мы периодически в ссылку отправляем на шкаф. Всякие вертолеты, мотоциклы и прочее. Выдаем по одной. А это тоже что-то стоит. Не знаю. Какой-то тоже база какая-то. А, это военная какая-то машина тоже. Ну, в общем, я говорю, все в лего у нас сейчас. И вот так мне нравится очень. Когда это с балкона выход. А со входа стал вид, мне кажется, хуже. Но, я говорю, пока все надоест. Диван, кстати, я легко практически сама его передвинула. Вот, поэтому, если что, перенесем сюда. Вот. И вот эту пальму, она у меня разрослась очень сильно. Надо ее пересадить в два горшка. Вот. Потому что это тоже маловато. Она вымахала очень серьезно. Вот. И хочу горшки какие-то красивые. Но, опять же, в обычной пересадке все как-то не очень приживается. Но посмотрим, что из этого выйдет. И время сейчас найду или нет для этого. В общем, вот так. Мне очень нравится, что у палас... Или ковер. Ковер, скорее всего, такой овальный. И его, как бы, стало видно вот эти все его овалы и круги. А раньше вот здесь была просто пустота. Вот здесь диван. И комода не было. Но теперь, даже если мы диван переставим сюда, то комод куда-нибудь туда уедет. Или вот так. Ну, то есть что-то такое. Место позволяет пока. И гладильная доска у меня совсем износилась. Хочу поменять ее на... Потому что вот здесь прям вообще конкретно дрень. Вот. Надо на что-то поменять более прилично. Это марля, через которую я глажу брюки. Потому что... Ну, чтобы не блестели там и так далее. Вот. И гладильную доску не убираю. Потому что это, ну, реально бессмысленно. Ты ее просто каждый день будешь доставать. Во-первых, мне некуда ложить чистое белье до глажки. Да. То есть я его сюда складываю, поглажу. И теперь убираю часть в комод. Вот здесь хранятся мои вещи. Ну, и какие-то ребенка я уже гораздо реже бегаю в спальню. Потому что если очень много стирки, ты просто задолбешься бегать отсюда туда, отсюда туда. Я уже столько лет бегаю, что надоело. Так что вот такой вид. Напишите, как вам в комментариях. Мне пока нравится. Ну, и опять же, что-то новое, другое. Переставили диван. Со спальни переставили комод. И как-то уже по-другому смотрится. Так что вот такие дела. Ну, а сейчас я поставляю вам небольшие видео. Хозяйственное, чем занималась в августе. И, соответственно, может возьмете что-то полезное себе на заметку. Сейчас покажу, как я делаю настоящий домашний квас. Значит, у меня осталось немножко закваски с того раза. Но, если вы делаете первый раз, просто накладывайте сухари, хорошо высушенные. Можно черный, можно белый хлеб, батон. Все, что хотите. Добавляем 2 столовые ложки с горкой сахара. И заливаем это все охлажденной, остывшей, кипяченой водой. И не забываем периодически перемешивать. Получается офигенный, вкусный домашний квас, которым окрошка получается просто суперская. Я сейчас слила квас, который у меня был. Вот такой он получается цветом. Светлый, никакой он не черный. Вот. И мы пьем вот так, и в окрошку. Это настоящее, естественное, вот такое брожение. И я другое квас себе даже не представляю. Всем привет! Мы вернулись с моря. И, к моему счастью, поспел урожай. Это вот такая малина крупная. Причем она будет до октября. Представляете? Правда, она не очень душистая, ароматная. Но все равно. Я из нее наварила кучу малинового варенья. Варенье я варю, не знаю, просто так провариваю пару раз. И в стерилизованной банке, под крышку. Всю зиму храню в холодильнике. О, в холодильнике кругается. И вот еще. В общем, абрикосовое варенье я варила вперед. Тоже стоит целая куча. В холодильнике будет другой. Сегодня я целый день занималась закрутками. И это просто какой-то у меня мега день. Я никогда в жизни столько не крутила за раз. Это у меня такие огурчики. Рецепт с сахаром. С чем-то еще. Не знаю. Не помню. Помидоры тоже я делала разные рецепты. Трехлитровые такие. Короче, все из интернета. Что-то из маминых рецептов. Это у меня кетчуп мой любимый. А обожаю его с яблоками. И помидоры с яблоками. Так. И что у меня еще здесь спрятано? А, тоже помидоры. Такие с болгарским перцем. В общем, накрутилась я сегодня капитально. Если они за раз взорвутся, видите, все укутано. А огурцы не переворачивать и не укутывать. Мне показалось этого мало. Я еще делаю творожную запеканку. Вчера просто нас угостили творогом. И чтобы он не пропадал, пришлось делать запеканку. В общем, это какой-то ужас. На сегодняшний день я приготовила кучу всего. И это капец. Можете нажать на стоп и посмотреть рецепт этого кетчупа. Короче, очень классный. Обожаю его. И видите, даже мама подписывала. Кетчуп, Оксане, нравится. И выход у него на вот эту порцию 1 литр. Поэтому, если хотите побольше масштаба, увеличивайте, так сказать, все вот эти вот килограммы, граммы и прочее-прочее. Приехала с моря. У меня еще стоит чемодан. Более-менее разобрала. Еще осталась вот эта сумка. Ну, просто вообще некогда. Стираю. Погода у нас сырая. Поэтому сохнет плохо. В общем, я вся в хозяйственных делах. За окном у нас дождик. Целый день. Посмотрите, какая у меня получилась запеканка. И в интернете я нашла ее. Называется Неженка. Она действительно прям нежная-нежная такая. Ну, вроде ничего не прилипает. Так что, наверное, ее пора доставать. Редактор субтитров А.Семкин